всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 3 сентября и вот уже пришла пора поговорить о новинках этого года сейчас я готовлю как раз печатный каталог для новинок и о каких новинках я уже смогу поговорить с вами рассказать о каких мы сейчас о них поговорим потому что уже нужно людям определяться сортами выбирать вот смотрите 190 номер в прошлом году черно-голубой хребет был в самом 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 конце сезона и немногие о нем знают это черноплодный сорт плоды 300 грамм у меня в этом году даже больше были индотерминатные с картофельным листом плоскоокруглые они черно-коричневые хорошего вкуса шкурка плотная сам мясистый кисло-сладкий освежающий яркий вкус это я считаю то что заявлено о нем для выращивания в открытом грунте и под временными пленочными теплицами в этом году я черно-голубой хребет номер 190 выращивала их теплицы и в открытом грунте везде все прекрасно вызрело конечно в теплице уже нет но в открытом грунте я до сих пор снимаю вот сегодня сорвала вот такие крупные томаты видите он какой он такой темный как бы бордового цвета очень вкусный хороший томат это не наш американский но оказывается что у нас в сибири он прекрасно растет так египетские египетские это высокорослый среднеспелый высокий урожайный удлиненный красный высокий урожай удлиненных красных плодов плоды мясистые сочные сладкие массой 150 200 грамм прекрасный засолочный сорт среднеспелый высота до двух метров индотерминатный формировка в 3-4 стебля цвет плода красный вес плода 150 200 грамм форма удлиненная они как перцевидные у меня тоже в этом году специально посадила их в теплицу и в открытом грунте везде вызрели они похожи знаете как вот на эту на загадку долины роз они вот такие перцевидные но не ровные а такими как изогнутыми у меня сейчас под рукой нет я вот те новинки которые вы ни разу не видели сюда прям положила на стол и при чтении каталога буду немного показывать чтобы вы хотя бы ориентировались какой у них внешний вид вот как раз вот это вот самое это загадка долины роз про нее есть видео обзор я в теплице показывала сорт конечно загадочный ни одного плода нет одинакового то есть похожего друг на друга хотя и пишется что он перцевидной формы но перцевидная форма очень странная всякая гофрированная изогнутая очень красиво смотрится на кустах всякие всякие разные 192 загадка долины роз томат загадка долины роз интересная новинка в помидорном царстве восхищающая своим вкусом и обилием спелых плодов помидоры хороши и для свежих салатов и для консервирования плод розовый для теплицы для открытого грунта томат загадка долины роз индетерминатный высокорослый сорт крепкие стебли вырастают до 1,8 метра в теплице двухметровый он на плодоносных кистях завязывается 4-6 помидорок сроки созревания поздные поздние плодоношения длится с лета и в начале осени характеристика средняя масса 80-120 грамм но тут они мало указали у меня прям есть и по 300 грамм но это конечно зависит все наверное от ухода и от земли форма напоминает перцы мякоть малиновая мясистая плотненькая кожица прочная вкус с преобладанием сладости над кислинкой 193 индийское мясо я и делала дегустацию и показывала на улице к сожалению индийского мяса уже нет я его весь распотрошила томат индийское мясо индетерминатный высокорослый сорт кусты вырастают до 1,8 метров на плодоносной кисти созревает одновременно 5,8 помидорок средняя масса 300-400 грамм ребристость у плодоножки мякоть одно сплошное мясо кожица прочная семенных камер и семян очень мало это действительно вот у этих нынче сколько у меня новинок почти у всех мало семенных камер в загадке долины роз вообще ничего не смогла собрать потому что вот семян например загадка долины роз будет очень мало мало семенные 194 орлиное сердце томат орлиное сердце это среднеспелый высокоурожайный крупноплодный сорт любительской селекции куст среднерослый мощный сорт устойчив к болезням и неблагоприятным погодным условиям выращивается в открытом грунте пленочных укрытиях при посадке в грунт на 1 метр 1-2 растения короче так достоинства плоды красивой вытянутой формы вытянутой сердцевидной формы розово-малинового окраса с нежной сладкой мякотью плотные не водянистые устойчивы к растрескиванию но орлиное сердце как и все розовые сердцевидные томаты они все друг на друга похожи бычье сердце орлиное сердце воловье сердце все они конечно вкусные все они сладкие так орлиный клюш читать не буду его но ничего у меня нет вот 196 колокольчик тоже новый интересный сорт первый раз выращиваю индетерминантный сорт для теплицы временных укрытий тоже и в теплице и на улице высаживала куст высотой до полтора метра первое соцветие закладывается на 7-9 листом последующие через 3 листа в соответствии в соцветке завязываются 7-9 плодов плоды красные вытянутой формы где-то я вам принесла а вот вот смотрите вот такой вот у нас колокольчик я сегодня еще пол ведра последних колокольчиков собрала он и пальчиковым не назовешь и перцевидным тоже ну что-то среднее вытянутой овальной форме вот это колокольчик плоды красные вытянутой формы массой 150 200 грамм некоторые до 350 грамм да действительно есть очень большие и те которые они больше они теряют вытянутую форму они делаются почти круглые вот так вот их ну как разбарабанит что они такие как перцевидные кругляши мясистые с малым количеством семян отличного вкуса пригоден для употребления в свежем виде и домашней кулинарии у меня сначала в начале лета их как-то было мало я посмотрела думаю совсем ничего а сейчас стало попрохладнее облепился весь куст вот этими колокольчиками очень красиво рясный такой висит я на будущий год буду садить вот дошла клубничное дерево и клубничный десерт я в этом году много наверное на себя взяла насадила 100 сортов новинок я в начале в начале лета я даже в них как запуталась вот обычно особенно клубничное дерево и клубничный десерт я сначала посадила их но и на улице и в теплице и там и там я в них долго путалась потому что они вымахали под два метра и то и другое и куст идентичный что клубничное дерево что клубничный десерт я сначала думала что посадила один и тот же сорт а второй не посадила или что-то, я, короче, поллета ходила, и только когда стали формироваться вот эти плоды, я увидела явные различия между ними. Сейчас вам расскажу, чтобы вы не запутались. Смотрите, клубничное дерево, он меньше плоды. Вот тут написано 200-250 граммов. И они именно в форме ягодки, клубнички и с носиком. А клубничный десерт 198, он точно такой же куст. Он мощный, он огромный, он двухметровый, и все похоже. Но плоды у него крупнее, тут указано 300 грамм. И плоды у него круглые. Я вам клубничное дерево уже показывала, клубничный, а клубничный десерт, он вот такой. Я ожидала, что тоже будет в форме ягод, а нет, она выросла вот такая круглая. И вначале, видите, вот это темно-зеленое, они прям темно-темно-зеленые. И вот это долго, вот не уходит темное пятно, но потом, когда он вызревает, он делается ярко-красным. Он такой вкусный, он сладкий. И он, знаете, он тяжелый, как камень, вот этот плод. И он именно такой плотный, набитый мясом. Но сейчас я прочитаю то, что говорит производитель. Клубничное дерево, я уже дегустацию показывала вам все. Номер 197, клубничное дерево. Растение высокорослое, до 2 метров. Мощное, хорошо облицовленное. Формирует до 6 красивейших кистей с 5-7 красными томатами массой 200-250 грамм. В форме ягоды садовой клубники. Когда я делала дегустацию вот этого клубничного дерева, много ей написали. Ой, они у вас мелкие, а мы ожидали, что они будут как бычье сердце. Ну, извините, бычье сердце оно 300-400-500 граммов. И если вот здесь, как указано, что по 5-7 в одной кисти, разве может быть вот такие кистевые по 5-7 в одной кисти, чтобы были по 500 граммов? Ну, конечно, как бычье сердце оно и не должно быть. Именно указывает производитель 200 грамм. 200 грамм это совсем небольшая томатка. В форме ягоды садовой клубники. За счет укороченных между услей кисти сближены. Куст смотрится мощно, эффективно, как небольшое деревце украшает теплицу. Ну, извините, в теплице он очень много места занимает. Он, конечно, и украшает, но он другим немножко неудобства доставляет. Плотные клубничные плоды обладают хорошим вкусом, хорошо дозариваются, универсального назначения. Рекомендуется выращивать в защищенном грунте. У меня на улице прекрасно вызревают, до сих пор еще плодоносят клубнички. Потенциальная урожайность до 12 килограмм с метра квадратного. Теперь читаем клубничный десерт, 198. Совсем другой томат. Высокорослый, один из самых вкусных салатных сортов. 300 граммовый. Обратите внимание, еще раз говорю, вот этот намного крупнее. Он прям такой. Вот он больше по весу к бычьему сердцу походит. Но он другой формы и цвет другой. Это среднеспелый, высокорослый сорт, имеет вкус любимых стародавних сортов. Мясистые, сочные плоды с маленькими семенными камерами, толстыми сахарными стенками и тонкой нежной кожицей. Он не так требовательен, как графон, удовольный, неприхотлив, устойчив к основным заболеваниям. Отличается высокой урожайностью до 12 килограмм с растения. Но из-за того, что он индетерминантный, он все вяжет, вяжет. Плоды крупные, многокамерные, темно-красные, массой 300 грамм выращиваются в теплице. Ну, еще раз говорю, у меня на улице тоже нынче вызрели. Обязательно подвязка растений через несколько дней после высадки формируют в один стебель, удаляя все пасынки и нижние листья. Также прищипывают точку роста в конце вегетации. Все. Вот это новинки. Потом 199 юбилейный тарасенко. Ну, юбилейный тарасенко я снимала много раз, и дегустации все. Все уже, наверное, вы про него слышали, все видели. Так, сколько у нас времени осталось, как бы мне не переговорить. 199. Самый известный любительский сорт, пока не включенный в госреестр. Это томат юбилейный тарасенко. Вы удивитесь невероятной всхожести и урожайности. Этот вид интересен формой и количеством плодов. Ярко-красные, довольно крупные, до 250 граммов. Имеют забавный носик, и на каждой кисти образуется от 25 таких помидор и больше. Куст очень высокий, тоже двухметровый. Он такой же, как штрауха, огромный. Плоды тоже похожи на штрауха. До двух метров и более. Значит, требуется формирование, прищипка на высоте примерно 170 сантиметров. Растение среднеспелое. Первые плоды вызревают за 125, за 120 суток. Урожайность длительная. Странно, урожайность длительная. Плодоношение длительное нужно писать. Но это я копировала с сайтов производителей. Томаты в пределах одного растения могут иметь разные размеры. От 80 до 250 грамм. Ну все. Дальше 200. Банановые ноги. Ну, банановые ноги, конечно, я тоже в этом году уделила им особое внимание. Потому что они у всех на слуху. Все. Я делала дегустацию. Все. Сейчас просто прочитаю описание. Томат банановые ноги. Популярный сорт американской селекции. Стал любимцем многих дачников Российской Федерации. Сорт выведен в США в 1988 году. Автор американский селекционер. Сроки созревания средние. Плоды имеют оригинальную вытянутую форму. Окраска спелых плодов ярко-желтая. Неспелые плоды более плодные. На поверхности кожицы заметны продольные полоски бледно-зеленого цвета. При созревании полоски исчезают. Все это так, да. По характеру плодоношения кистевой сорт в одной кисти формируется от 6 до 10 выровненных по размеру и форме плодов. Средний вес одного плода выращено в открытом грунте 50-80 грамм. В теплице при хорошем уходе вырастают крупнее 100-130 грамм. Это я тоже подтверждаю. У меня на улице выросли маленькие-маленькие. Нынче было жарко. А в теплице выросли такие здоровые и больше похожие на казаново плод такой. Мякоть плода содержит мало семян. Это тоже подтверждаю. Покрыта плотной шкуркой, да, шкурка плотная. Вкус мякоти отличается от традиционного помидорного послевкусия. Без кислинки присутствуют цитрусовые нотки. Томат банановые ноги успешно выращивают в открытом грунте, в теплицах любого типа. Кому нужно побольше прочитать, вот остановите прям видео и прочитайте. Я все не буду читать, потому что по времени мы очень-очень ограничены. Дальше 201 сибирские лапти. Это вот наоборот крупноплодный по сравнению с... ну совсем другой. Достойный сибирский крупноплодный сорт для выращивания в открытом защищенном грунте. Выращивала и в теплице, и в открытом грунте. Везде вызрел. Среднеспелый сорт отработан в жестких климатических условиях Сибири хорошо плодоносит в холодных регионах. Растение полудетерминатного типа высотой до метр семьдесят. Ну у меня до потолка в теплице был. Соцветия простые, закладываются через один-два листа. Плоды розовые, плоско-округлые, по-сибирски сладкие, мясистые, крупного размера, весом 300-500 грамм. Это вот такой классический наш томат, плоско-округлый, розовый, розово-плодный, такой берешь в ладонь, тяжеленький, хороший. Точно такой же сибирские шанги двести два. Не сильно они отличаются, и можно даже описание не читать, потому что такой же розово-плодный, сладкий томат сибирской селекции, сорт среднеранний, растение мощное, детерминатного, высотой более метр пятьдесят. Они у меня в теплице росли по высоте одинаковые, под потолок. Красивая, формирует по 4-6 кистей с огромными аппетитными плодами до 800 грамм в форме розово-малиновых шаник. У меня 800 грамм ни одного плода не было, но может потому что нынче было сильно жарко, я даже им не хватало влаги, я не успевала поливать. 500 граммовки стандартные выходят, хорошие. Плоды плоско-округлые, плотные, но не жесткие. Цвет может варьироваться от бледно-розового до насыщенно-малинового, хорошо хранятся и дозариваются. Так, дальше. 203, золотая пуля. Это тоже новинка, его даже вот в каталог я только сегодня внесла, ну смотрела за ним. Детерминатные плоды цилиндрические, массой 50-60 грамм, ярко-оранжевые, плотные, высоких кусовых качеств, урожайность 3-4 кг на метр квадратный, рекомендуется для использования в свежем виде и цельноплодного консервирования. Сорт устойчив к целому ряду заболеваний. Вот она, золотая пуля, вот такая. Вчера собрала, они у меня росли лежа на земле, потому что места не было, рядом там с собакой их посадила. Очень, все увешаны плодами. Я ничего не формировала, хотя в интернете написано, нужно формировать там, удалять. Ничего не удаляла, посадила 4 кустика, вот несколько ведер, 2,5 ведра, по-моему, я собрала очень урожайный, мне очень понравился. Для консервирования, конечно, идеален и очень красивый, яркий, такой нарядный, эстетическое наслаждение получаешь, когда видишь его в огороде. Так, вот 204, дядя Степа, на нем остановлюсь подробнее, потому что я уже об этом говорила. Смотрите, получилась такая ситуация. Посадила дядю Степу. По описанию к сорту, я уже говорила, они должны быть вот такие. Вот, вот у меня есть этот алый мустанг, он похож. Написано, что они красные, длинные, с носиком. Выросли у меня, вот сейчас покажу где, выросли вот такие малиновые, перцевидные, формы удлиненные, вкусные, мясистые, все. Но я сразу заподозрила, что на внешний вид они не очень похожи. Я когда делала дегустацию, я говорила, что у меня дядя Степа вот такой вырос, почему-то не похож. Но что самое интересное, большинство зрителей очень много откликнулись и сказали, что у них дядя Степа тоже вот такой малиновый, перцевидный, а не такой, как вот я сказала, что он должен быть вот таким красный, вытянутый, с носиком, как банан. И, наверное, когда-то где-то на фирме, я даже не помню, Сибирский сад я брала, по-моему, произошла такая большая пересортица, что целую партию, наверное, выкинули в торговлю. Вместо вот таких красных, длинных, положили вот такие малиновые, перцевидные, очень вкусный томат, я его оставила. Только он будет теперь у меня не дядя Степа, я пишу на этикетке прям Степан, что бывший дядя Степа. Потому что это совершенно другой сорт, я это понимаю, но он не менее вкусный, не менее интересный. И у большинства огородников дядя Степа все-таки вот такой малиновый, перцевидный, ну и пусть он будет у нас Степаном. Описание натурального дяди Степы можете прочитать вот здесь. Тут написано, что он цилиндрической формы с носиком, слегка изогнутый, как бананы. Все описано очень интересно и оно прям совпадает, вот к этому описанию оно совпадает. Но у меня не такой, я показала какой он у меня, перцевидный, малиновый. Я сразу, ну как указала, что это не тот сорт. 205 иисуповские. Ну про иисуповские я маленький-маленький, коротышку видеоролик снимала. Я его тоже выращивала впервые, у меня семян не очень много, но мне очень понравилось. Если читать описание, я все не буду читать, потому что оно очень большое. Кому интересно, прям остановите видео на этом месте и прочитайте. Я только скажу, что это позднеспелый, вот он у меня сейчас спеет, последние дозревают. Индетерминатный и очень крупный сорт. Вот очень крупный, он такой огромный. Он с Узбекистана, я вот тут прочитала, что в открытом грунте от 200 до 50 грамм, но в открытом грунте у меня ни одного 200 грамм не выродилось, уродились все вот 400, 500, 600. Написано, рекомендован для теплицы. Я высаживала нынче и в теплице, и на улице. В этом году я заморочилась, конечно, себе проблем нажила, что все сорта разделила в теплице и на улице, в теплице и на улице. Все их разбила, это очень неудобно. Какая-то часть уже созрела в теплице, какая-то на улице еще зреет. Но это нужно для того, чтобы я могла вам сказать, можно выращивать или нет. На улице вызрел прекрасно, эти огромные плоды. Конечно, в теплице он уже давно у меня поспел, я в теплицах уже все почти убрала. Вот написано, еще раз обращаю внимание, рекомендован для теплиц, но на улице у меня вызрел. Написано, что хорошо дозаривается. Все так с неповторимым вкусом, ароматом. Плоды розового цвета, внутри нежнейшая розовая мякоть. Очень хорошие, конечно, томаты. Дальше 206, гранатовая капля. Это опять то же самое, такая же ерунда у меня получилась. Посеяла гранатовая капля с официальной пачки. Мне прислали магазинную пачку. Тут написано, что они должны... Ну, оно индетерминантное выросло, все так, 2 метра, плоды овальные, красно-коричневые. Все совпадает. Только написано у производителя, что должно быть с носиком и с полосками. У меня они получились без носика и без полоски. Как вы знаете, как это... Ну, сказали, что похоже на шоколадную сливку или там есть еще какой-то шоколадный аммонистер, что ли. Вот похоже на черного мавра, на добарао черный. Ну, на вкус сладкий. И я сразу всем сказала, что немного не совпали характеристики. Возможно, это не тот сорт, но я его оставила, потому что они очень сладкие, очень такие красивые и полезные, конечно. Все вот эти томаты, они с большим количеством антоциалов. Вот эти черноплодные, синеплодные, я ее оставила. 207-й сахарный гигант. Тут говорить нечего. Это крупноплодный, очень крупный, единственное, что он поздний, позднеспелый. Цвет красный, размер плода биф, масса 600 грамм, высота 1,8 метров. У меня под 2 метра вырос в теплице. Томат сахарный гигант, выведен специально для гурманов. Это я читаю то, что о нем пишут. Новый крупноплодный позднеспелый сорт для пленочных теплиц, открытого грунта. Плоды округлые, средней массой 600 грамм, интенсивно красно-розового цвета. Сорт очень урожайный и вкус плодов отменный. Вот смотрите, про урожайность скажу. До сих пор у меня в теплице еще один куст. Он действительно весь вот этими огромными плодами увешан. Очень вкусный. Ну, конечно, нужно подвязывать, посынковать. Вот тут написано выращивать в 1-2 стебля с обязательной подвязкой и посынкованием. Так, крымский черный я уже показывала, рассказывала. Вот, сейчас остановлюсь, кому надо, читайте. Я хочу те показать томаты, до которых я еще вообще даже ни словом не обмолвилась. Крымский черный была дегустация, смотрите на канале. Король Лондон. Тоже читать не буду, показать сейчас мне нечего, я его уже весь изрезала. Крупный, сердцевидный, очень-очень хороший, очень урожайный, очень вкусный. Но так как я только начала выращивать, у меня было всего 2 куста плодов, не очень много. На будущий год обязательно буду. Чудо земли, очень много о нем рассказывала. Вот тоже, кто хочет, прочитайте. 210 номер, малиновый, такой плоскоокруглый, индетерминатный. В теплице до потолка вырос и на улице, и в теплице очень хорошо себя показал. Дедушкино петушиное перышко. Это у частного коллекционера я по обмену взяла. Томаты, семян не очень много, оно необычное такое. Удлиненно-сердцевидное, немножко как бы изогнутое, малинового цвета. Американский бург 212. Я еще даже описание его не могу найти в интернете, потому что мне его прислали зрители. Я потом попозже, может быть, добавлю описание. Сейчас скажу, что он индетерминатный. Плоды очень крупные, огромные, такие красные. Деликатес. Я описывала, даже показывала вам видео про него. Это среднего размера, такие малиновые, ярко-розовые плоды. Вот для тех, кто, например, для засолки, кто не любит очень крупный деликатес. Очень урожайный, весь облеплен. Большая мамочка в этом году у меня не получилась. Тоже присылали мне частники семена. Я посадила, но почему-то получилось не такое, как должно быть в описаниях. 215 трапеза влюбленных. Я тоже рассказывала, показывала, что это бикалор. Такой же, как загадка природы. Желтый с красным. Очень красивый. Очень крупный. От 300 до 800. Идеального вкуса. Сладкий. Прелесть. Черри-оливка. Еще ничего не знаю о нем. Не могу сказать. Аметистовая драгоценность 217. Это вот синий плодный такой томат. Семена будут на немного. Тоже мне прислали люди добрые. Только начала разводить. Тоже он американский. Тот же самый, от которого автора можете почитать. Загадка природы. И это трапеза влюбленных. Тоже бикалор. Он как-то красный с синим. Так. Дефрау. Вообще еще не могу найти ни одного описания. Смотрите. Дефрау у меня вот. Такой получился. Я не знаю. Он должен быть таким или не таким. Огромные плоды висят сейчас в теплице. Я сорвала. Но грамм 600 наверное каждый. Описания еще нет. Потому что мне его прислали. Я в интернете за информацией пошла. Не нашла ничего. Такого названия даже нет. Возможно это какой-то иностранный. Не знаю. Вот эти я пропускаю еще. Не знаю. Сумасшедшие ягоды барии. Семена будут. Но эти семена меня очень удивили. Ой. Помидоры 224. Тут написано, что до 50 плодов на одной кисти. На одной кисти. Я не поверила. Но сейчас когда они расплодоносились. Я увидела, что там так много плодов. Но они маленькие. Это конечно черрики. Их я вам покажу. Они у меня еще есть. Потом лимончики. Про лимончики я вчера снимала видео. И сегодня я дегустацию сняла. Лимончики у меня вот такие. Я уже говорила, что они не лимоновидные. А именно желтые. Очень высокие лианы. До 3 метров вырастают. И висят как лимоны. Посмотрите дегустацию. Чухлама 239. В теплице я показывала вам ее. Этот весь каталог в печатном виде. Я сейчас выложу в одноклассники. У кого есть фото туда, заходите. Читайте. Чухлама очень хороший сорт. Я по-быстрому все это делаю. Потому что людям нужно выбирать. Людям нужно делать заявки. Чухлама оранжевая. Вытянутая форма. Урожайная. Очень вкусная. Еще один хороший сорт, который хочу вам порекомендовать. Кто любит не очень крупные томаты. Это мамин сибиряк. Вот такой же почти как колокольчик. Вот такой формы вытянутый. Весь увешан. До сих пор у меня сейчас в открытом грунте есть еще. Форма перцевидная. Плоды красные. Тут написано 120-150 грамм. Ой, 120-150 сантиметров. Человеческий рост. Среднеспелый. Томаты кистями по 5-7 штук. И на кусте размещается 5-8 таких кистей. Масса 100-170 грамм. Цвет красный. Очень хороший сорт. Много. Вот я сейчас вышла. Прям висят, висят, висят эти кисточки. До сих пор они еще зреют. И так как он сибирский сорт, он может выращиваться в холодном регионе. Прямо в открытом грунте. Вот это уаксаканская драгоценность. Я тоже делала про нее. Видео снимала. Смотрите, вот такие вот до сих пор у меня снимают. Сейчас вот такие томаты. Бекалур. Желтый с красным. Я еще видео одно выложу. Я сняла несколько недель, наверное, назад. Некогда было выкладывать. Это такая же, как вот загадка природы. Медовый салют. И когда зрители высказали предположение, что возможно это один и тот же сорт, просто под разными названиями. Но нет, конечно. Во-первых, медовый салют, он с картофельным листом. А вот это вот уаксаканская драгоценность. Она обыкновенный лист томатный. И я сразу извиняюсь, я когда видео снимала, я даже неправильно его прочитала. Я говорила уаксанская драгоценность. А она оказывается уаксаканская драгоценность. Даша, выговорить не могу. Очень хороший. Это тем, кто любит крупные, тем, кто любит сладкие, мясистые. Потом малиновый закат. Тоже есть видео, еще не выложила. Покажу. Малиновый закат 254. Это наоборот. Такой не очень крупный плод, средний. Написано от 150 до 300 грамм. Но у меня даже 300 грамм не было. У меня все были 200 граммовки. И что хорошо, они все такие красивые розовые. Они очень много их. Кистями прям висят. И такие плотненькие. Я думаю, что они пойдут и для консервации, и для хранения. Но так как я выращивала их впервые, я еще ничего об этом сказать не могу. Пока читаю только то, что есть. Потом, что еще показать? А, вот новый сорт, о котором я уже показывала. Но у меня уже больше времени нет. Я дальше не пойду по номерам. Вова Путин. До сих пор вот такие плоды снимаю. Вот сегодня сняла. Они были у меня и удлиненные, и вот такие как бы с немножко сердечком. И круглые. Вот этот сорт вообще, я влюбилась в него нынче. До сих пор снимаю и снимаю плоды. И конца края им нет. В этом году есть у меня еще грейпфрут. Тоже первый раз. Он тоже бикалор. И тоже похож и на загадку природы, и вот на эту О'Аксакамскую. Потом есть в новинках вот эта странная вещь девушки. Вот такая похожа на полосатый шоколад. Я не знаю, видно передается или нет. Вот такими полосками все. Тоже она впервые. Все, на этом я закончу, потому что времени уже очень много. Дальше. Дня через два еще раз включу камеру. И очередные, которые я вам еще не показывала, покажу. Потому что я думала, что томаты у меня еще заканчиваются. А пошла вот на эти, там где золотая пуля. Там есть гости с Дальнего Востока, которые Саммит, Топтышка, Саммит, еще какой же забыла. А, вот эти Хабаровские. Про них тоже расскажу. Они у нас прижились прекрасно. Мне зрительница Зырянова присылала пачки с дальневосточной, вопытной какой-то там станции. Ну, такие официальные семена в пакетиках, чтобы я попробовала. Все они у нас прекрасно прижились, все они прекрасно вызревают. Буду показывать их в последнюю очередь, потому что их еще нет даже в каталоге. Я потом их внесу. Я не знала, буду я их вносить или нет. Все, до свидания. Желаю вам познакомиться со всеми, со всеми томатами. Открыть для себя вот это царство томатов. Влюбиться в них. И выбрать, конечно, для себя именно те, которые подходят именно для вашего региона, для вашей местности, для ваших способностей. Потому что есть томаты, за которыми уход слишком сложный, а есть томаты простенькие. Как я вот открыла для себя золотую пулю, посадила, хотя в интернете написано, что нужно обязательно там формировать. Я ее бросила на пол и ни разу вообще за лето не подходила. Поверьте, ни разу, некогда. Я когда подошла, увидела огромное количество спелых плодов. И это ясно, что этот томат у меня останется надолго. Поехали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...